Добрый день, дорогие друзья! К вам обращается пастор и епископ из города Калуги, Церковь Словы Жизни, Альберт Раткин. Все вы знаете, почему я говорю все знаете, потому что многие молятся за нас, за ситуацию в Калуге, с церковью, с храмом, которая длится уже 20 лет. Мы в судах, в судебных процессах, нас не оставляют в покое и не дают местные власти. И, наверное, спецслужбы России совершать богослужения. 17 марта 2020 года мы обратились ко всем с просьбой молиться, потому что состоялось судебное заседание в Калужском областном суде. И было вынесено решение. Иск подала прокуратура города Калуги, да, Калужская прокуратура. И они обратились с требованием снести здание храма, который мы купили. Это было здание бывшего ФОКа. В 2000 году мы купили с аукциона, который устраивало правительство Калужской области. И прокуратура требовала, чтобы мы все вернули в 2000 год на техпаспорт. Хотя техпаспорт менялся много раз, неоднократно, потому что мы перестраивали, достраивали, что-то делали в храме. Вот мы строили храм с первых дней покупки. И все люди знали, все несли, кто что мог, кто трудился, кто нес кирпичи, кто еще что-то. В общем, мы делали все по силам, чтобы дом Божий был, чтобы у церкви было место, где мы прославляем и собираемся, и служим Господу. В 2014 году мы, после того, как были приняты в городе так называемые ПЗЗ, правила застройки там и еще чего-то, города Калуги, мы перевели землю в культовое сооружение и храм перевели. Получили три паспорта БТИ на сам кафедральный собор и на две пристроенные часовни. Часовни были построены с благословения начальствующего епископа, у нас письма есть, все мы сделали, как того требует закон и справедливость Божия. Но 17 марта судья вынесла решение. Прокуратура подала иск, было два требования. Первое, значит, разрушить храм и вернуть все на момент покупки на 2000 год. И второе требование они добавили в декабре этого года. Первое было в 2015 году. И в 2019 году они добавили требование в декабре, которое звучало буквально так, запретить эксплуатацию до приведения в соответствии с техпаспортом 2000 года. Суд, областной суд, суд второй инстанции, отменяет первое решение полностью, отказывает прокуратуре города в сносе храма. А второе решение тоже отказывает прокуратуре, полностью отказывает запретить эксплуатацию до приведения в соответствии с 2000 года, то, что просила прокуратура. Суд отказывает им в двух этих решениях и выносит свое собственное решение. Возложить на церковь обязанность прекратить эксплуатацию здания. Причем вот в судебном решении суд старательно избегает всех документов, не исследует и говорит, вы не представили документов, что это храм, хотя мы представили все планы БТИ, мы представили все документы с кадастра, потому что на кадастре строит здание, кафедральный собор, храм Христа Спасителя. Вот как написано в суде. По делу установлено, что здание, расположенное по адресу Калуга, улица Небесная, дом 7, является незавершенным строительством здания физкультурно-назначительного комплекса и не относится к имуществу религиозного назначения по смыслу указанного закона. Мы апеллировали к закону, президентскому указу, закону, который говорит, что здание религиозного назначения или для обслуживания религиозного назначения должны привести в соответствие к 2030 году. Десять лет так называемой религиозной амнистии. Суд, растоптав вот это вот постановление и закон президента, не обращая на него никакого внимания, не обращая внимания на документы, на БТИ документа государственного учреждения, на кадастровые документы, которые мы представили, суд вообще не берет это. То, что это храм, то, что люди свидетельствовали. В суде мне задали прямой вопрос. Вы используете как его? Я сказал, как храм, конечно. Мы и строили храм. Люди несли свои деньги, свои копеечки, рубли свои, для того, чтобы храму быть в Калуге. Единственный протестантский храм в Калуге. Суд нам отказал, отказал прокуратуре. И вынес вот такое решение. Ну, вы знаете, что с этой пандемией многое произошло, и суды не работали. Вот. Но когда все вот сейчас попустилось, немножко отпустила вся эта пандемия, городская управа, города Калуги, они были третьим лицом, прокуратура их привлекла как третье лекцо. Якобы они пострадали от того, что что-то мы не исполняем, и они не могли выполнять вот все 20 лет свои обязанности. Только представьте себе безумие. Как будто гору права не могла работать 20 лет из-за церкви, и весь город был парализован. Вот то, что написано в документах. Мы представим все документы, чтобы вы видели. Можно будет, наверное, скачать их у нас на сайте. И мы не знали, что делать. Потому что, с одной стороны, это здание ФОК. На ФОК мы представили документ, что это 1000 квадратных метров. Сейчас у нас на кафедральный собор у нас 2880 с чем-то квадратных метров. Это совершенно другое здание, с другим назначением, на другой земле, для других целей построено. Вот. И город запросил вот это судебное, как это называется, судебный какой-то акт, чтобы мы его исполнили. Город запросил. Еще раз подчеркиваю. Я позвонил мэру города, вернее, временно исполняющему обязанности городского головы, спросил, зачем вам это нужно? Зачем вы так боретесь? 20 лет уже с церковью боретесь. Он... Я попросил встретиться. Потому что у меня всегда есть предложение. Ну, после 20 лет, чтобы мы закончили все мирно и приняли какое-то мирное решение. Это есть. Это есть в законодательстве, что стороны могут договориться и принять какое-то мировое соглашение. Он напрочь отказал встречаться со мной. Сказал, мы с вами встречаемся в судах. Я спросил, вы третье лицо? Даже прокуратура не запросила у нас, не запросила вот этот исполнительный лист для судебных приставов. Вы написали, зачем вам это надо? Ответа я такого вразумленного не получил. И вот судебный пристав позвонил мне 11 числа. Это было пару недель назад. Его фамилия Лихачев. По особо важным делам его выделили. Он приехал сюда. Я его встретил. Мы ведем всегда все видеозаписи. Я его проводил к себе в кабинет. Предложил чай, кофе. Мы уже встречались с ним не впервой. Судебный пристав много раз уже приезжал. Я всегда был добродушен с ним. Я всегда разговаривал приветливо и добродушно. Мы сели. Он дал вот это вот письмо, где обязал нас в пятидневный срок исполнить это судебное решение. Я расписался, принял его, спросил и объяснил ему. Я говорю, что мы должны закрыть. У нас две часовни, которые обозначены. У нас есть техпаспорта на эти часовни. Они обозначены строение 1А, это кафедральный собор, 1Б и 1В. Простите, если утомляю, но просто сердце уже не находит себе места. Потому что тяжело найти правду в российских судах. Везде фальсифицируется многое. Это мое субъективное мнение. Не судите меня строго за все. И судебный пристав сказал, что вы должны исполнить. 18 числа мы позднее узнали, что судебный пристав обратился к руководителю вообще всех судебных приставов по России, по Калужской области, к главному судебному приставу. Я должен зачитать вам этот документ. Это была служебная записка от 18 июня 2020 года о необходимости выделения сотрудников группы быстрого реагирования с оружием. Тут написано, что в исполнении вот этого, в рамках вышеуказанного, я все не читаю, мы опубликуем этот документ, чтобы вы могли прочитать, против церкви, исполнительного производства. И он пишет так. В процессе проведения исполнительных действий возможно групповое оказание сопротивления сотрудникам управления. На основании высшей узложности с целью обеспечения безопасности судебных приставов исполнителей прошу выделить семерых сотрудников группы быстрого реагирования с оружием. С оружием. Я один здесь. Я один встречаю. Ну, может, кто-то из женщин со мной есть. Бухгалтер или управделами. Молодежный пастор один раз был. Но я всегда один здесь в храме. Я встречаюсь с ним. Какое массовое сопротивление я могу оказать людям с оружием? Семь человек с оружием они потребовали, чтобы защитить себя от меня, от священника, от пастора, от епископа. Я не знаю, как к этому относиться. Кто-то говорит, владыка, не волнуйтесь, это акт запугивания, они пытаются вас запугать. Но с другой стороны, вся страна знает, как недавно в Екатеринбурге убили парня в собственной квартире. Просто застрелили. На глазах отца, матери, сотрудники Росгвардии. Потом говорили, автомат видели в руках еще. Я не знаю, что они увидят в храме. Семь вооруженных людей, которые приехали сюда. В понедельник у нас храм был закрыт, никого не было. Но по камерам видеонаблюдения мы посмотрели. Группа была, они приехали сюда. И нас никого не было. Судебный пристав не звонил, ничего. Они посмотрели, что все закрыто. Двери закрыты, храм закрыт. И уехали. Но штраф нам все равно выписали. Первые 50 тысяч они выписали нам штрафа. Сегодня, вот буквально за несколько часов до этого эфира, судебный пристав вновь мне позвонил и сказал, что хочет приехать 2-го числа и составить какой-то акт. Я говорю, вы знаете, созвонитесь с адвокатом. Он созвонил с адвокатом и попросили, что если можно, он сказал, что 2-го числа, сразу после дня голосования, они сюда должны опять приехать. И он сказал адвокату, что опять заказали эту группу быстрого реагирования. Скорее всего, с оружием. Что они могут со мной сделать с одним здесь в храме? Судебные приставы группа. И вот эти вот, они все в черном, как всегда в масках. Они пристрелят и потом скажут, что экстремист. Просто пристрелят в Доме Божьем. Я понимаю, что я должен опасаться за свою жизнь, жизнь своей семьи, прихожан церкви. Поэтому в это воскресенье у нас богослужение будет здесь, на церковной земле. В собственности у церкви полгектара земли. Не только этот храм, храмовый комплекс, не только две часовни. Но вы видите, у нас здесь и место, мемориальное место, место поклонения, мемориальная доска, которую мы открыли несколько лет назад, Ивану Ефимовичу Воронаеву, исповеднику, проповеднику, который был расстрелян в 1937 году. У нас находится покаянный крест, здесь многие люди приходят. У нас детская площадка, у нас много всего здесь на нашей земле. Они хотят запретить даже пользоваться землей. То, чего суд даже не запрещал. Я спросил судебного приства, а как вы будете исполнять? Показал ему все документы. Он говорит, я не знаю, обращайтесь в суд за разъяснением. Я говорю, а вы? Он говорит, мы тоже имеем такое право обратиться, чтобы суд и нам разъяснил. Но патовая ситуация состоит в том, что дело сейчас находится в суде третьей инстанции. Все дело отправлено в Саратов. И только 29 июля состоится судебное заседание. Поэтому ни мы не можем обратиться, ни он не может обратиться к суду за разъяснением. Если закрыли фок тысячу квадратных метров, то пусть найдут этот фок на этой земле. Если закрыли кафедральный собор, храм Христа Спасителя, чего нет в судебном решении, то и закрывать-то нечего тогда. Мы не знаем, что мы должны сделать. Но мы знаем одно, что они, эти люди с оружием, семь человек, которые так сильно беспокоятся за свою жизнь, что я могу, как священник, оказать им массовое сопротивление. Что они приедут, опять приедут с оружием. Адвокат посоветовала. У меня там поднялись сахары, все знают, что у меня сахарный диабет. Я не знаю, как я буду себя чувствовать. Она говорит, может быть, кого-то тогда, епископ, вы найдете, чтобы кто-то был. А кого оставишь? Женщин? Чтобы они кого-то застрелили из женщин? Я не могу так поступить. Как поступить, я тоже не знаю. В этой ситуации я понимаю одно, что вот эти действия, они несоразмерны той ситуации, которая сегодня складывается вокруг храма. Они просто несоразмерны. Я не знаю, что делать. Я на днях съездил, обратился во все политические партии. Я был в КПРФ, Единой России, в ЛДПР. Во всех партиях мы выставили этот ролик. Все приняли. Первый, кто ответил, на следующий день была Единая Россия. Сказала, мы этим не занимаемся, мы вам помочь не можем, мы вообще, вы не по адресу, и мы не хотим вмешиваться. Прямо у нас ответы они сразу же прислали на следующий день. Пока больше другие партии. Кроме КПРФ, которые позвонили, депутат их сказал, что я хочу обратиться во все органы, чтобы эту ситуацию узнать. Сегодня мы передали массу документов в КПРФ. ситуация, я не знаю, она смешная, негативная, да, что теперь коммунисты защищают права верующих. Чего не было 70 лет. Права церкви, церкви Христовой. Но это не анекдот, это реальность наших дней, это не смех, это реальность, это правда. Людям нужна какая-то справедливость. Мы тоже хотим справедливости. Мы пишем губернатору, не получаем ответов. Мы обращаемся во все органы, не получаем никаких ответов. Поэтому я не знаю. Я не знаю, что будет дальше. Что будет с моей жизнью. Кто-то говорит, ну не сгущайте с краски. Я не сгущаю. Вот это письмо, где они просят 7 человек с оружием выделить. Вот оно оно. Я хочу, чтобы вы видели. Мы его покажем. Мы сняли это официально из материалов дела, которые завели на нас судебные приставы. Будете молиться? Молитесь, поддержите нас. Мы сегодня подали в суд, опротестовали это решение на 50 тысяч штрафа. Якобы кто-то сюда приезжал. Якобы были какие-то здесь понятые. Сняли, что около калитки фотографию там девушка с коляской стоит. У калитки там, даже сюда не проходили. Мы посмотрели камеры наблюдения. Никто. Никаких там не было ни понятых, никого. В очередной раз судебные приставы теперь уже, наверное, они, я не знаю, кто это, фальсифицируют все, придумывают вот эти истории и пытаются показать и сделать из церкви, я не знаю, какую-то страшилку. Спасибо всем неравнодушным людям. Спасибо за то, что молитесь, поддерживаете нас. Я обращаюсь сегодня к губернатору, к исполняющему обязанности мэра, к лидеру Единой России Дмитрию Медведеву, к президенту, к нашему. Власти на местах, суды не хотят обращать внимания ни на ваши законы, которые вы пишете и подписываете. Они плюют на все это. Президент дал 10 лет привести все в соответствие. Суды не обращают внимания ни на президента, ни на его указы, ни на его законы. К сожалению, я должен вот так говорить сегодня, констатировать. Спасибо всем. С вами был я, епископ Калужский, нашей церкви, наших церквей, Альберт Раткин. Благослови вас всех, Господь. Поддержите нас. Распространите это видео, этот ролик. Пусть вся страна, и не только в нашей стране, узнают о том, что происходит здесь, в Калуге, и что устраивает, какую травлю и давление, и гонение на христианскую церковь, местные власти, городские, областные. Спасибо вам всем. Храни вас Господь.